Здравствуйте, это канал Главные новости Казахстана. Резонансное заявление Назарбаева. Нурсултан Назарбаев принял первого заместителя председателя партии Нур-Атан Буэржана Байбека. В ходе встречи он рассказал о второй волне помощи нуждающимся, передает Tengrinus.kz со ссылкой на lbc.kz. Назарбаев подчеркнул активную работу партии Нур-Атан по поддержке проводимых государством мер и организации помощи нуждающимся в условиях чрезвычайного положения. Пандемия коронавирусной инфекции стала бедой для всего человечества. Президент и правительство объявили о мерах по обеспечению помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями и пожилым. «Я поручил партии активно работать в поддержку действий, осуществляемых государством», — сказал первый президент Казахстана. Нурсултан Назарбаев также остановился на работе общественного фонда Буэрджимис и выразил благодарность казахстанцам за поддержку его инициативы. В фонд Буэрджимис собрано немало средств. «Хочу поблагодарить бизнес-сообщества Казахстана за поддержку моего призыва создать фонд для организации помощи нуждающимся в это сложное время. Я благодарен руководству группы компаний РДЖ Александру Машкевичу, Оледжану Ибрагимову, Патуху Шодиеву, корпорации Казахмыс Владимиру Киму, Олегу Новочуку, Эдуарду Агаю, а также Тимуру Кулебаеву, Булату Утимуратову, Рашиду Сарсенову, Александру Клебанову, Галимжану Йосинову, Айденуру Химбаеву, Александру Беловичу, Кайрату Баранбаеву, Кайрату Шеребаеву и многим другим», — сказал Йобоса. Первый президент Казахстана также отметил работу активистов и волонтеров Джесс-Атан. Активисты партии и волонтеры Джесс-Атан оказали помощь в обеспечении уже более 50 тысяч семей по всей стране товарами первой необходимости. В целом в этой работе было задействовано 3 тысячи волонтеров. «Выражаю им благодарность», — сказал Нурсултан Назарбаев. Кроме того, Йобоса указал на то, что единовременная помощь в размере 50 тысяч тенгей с фонда Бварджимис уже оказана свыше 152 тысячам семей. Следует дальше продолжить эту работу. «И с начала мая мы начнем вторую волну оказания помощи нашим гражданам. Это дополнительная поддержка к тому, что сейчас выделяется правительством», — сказал первый президент Казахстана. Председатель партии Нур-Атан остановился и на вопросах обеспечения экономического роста в посткризисный период. «И президент, и правительство работают в напряженном режиме, чтобы в это трудное время оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Но пандемия коронавируса пройдет, и перед нами встанет вопрос, как начать восстанавливать экономику. Сегодня многие люди остаются без работы, снижаются темпы экономического развития. Думаю, что по мере улучшения обстановки следует давать послабление некоторым видам бизнеса для возобновления деятельности. Предприниматели должны будут принять все необходимые меры для защиты себя и окружающих», — сказал Йобоса. В свою очередь Буэржан Байбек доложил о работе партии по реализации антикризисных мер и поддержке населения в регионах страны. На сегодняшний день в фонд Буэрджемис поступило около 20 миллиардов тенге. «Помимо материальной помощи, мы приступили и к раздаче масок нуждающимся семьям столицы, Алматы и Шимкента. Кроме того, более двух тысяч врачей и медицинских работников столицы и Алматы также получили по 50 тысяч тенге из средств фонда», — доложил первый заместитель председателя партии Нур-Атан. В завершение встречи Нур-Султан Назарбаев еще раз призвал всех казахстанцев сплотиться в борьбе с мировой пандемией. «Наше единство, сплоченность и взаимовыручка приведут нас к успеху. Понимаю, что многим трудно находиться дома, трудно и малому бизнесу. Однако сейчас необходимо набраться терпения для достижения успеха», — сказал первый президент Казахстана. Что думаете вы, по этому поводу? Напишите в комментарии. Также подписывайтесь на канал и ставьте лайки.